Здравствуйте друзья. Разбираю свои запасы устройств, которые ждут обзоров, некоторые кстати довольно долго. Набрел я еще на одну модель ZigBee Stick на базе модуля CC2652P производства JetHome. Какое-то время назад я делал обзор на продукт этого производителя, это сервер умного дома JetHub H1, ссылка в описании. И с тех пор он успешно служит неиспытательным полигоном. И это видео я решил посвятить USB ZigBee координатору JetStick Z2. Комплект поставки интересен тем, что в него входят три варианта сменных корпусов для устройства. По умолчанию он установлен черный, кроме него есть прозрачный и белый. В зависимости от своих предпочтений вы сможете легко его поменять. Половинки корпуса соединяются при помощи защелок, и для замены не нужны даже специальные инструменты. Устройство построено на базе модуля CC2652P, официально рекомендуемого автором проекта ZigBee2MQTT. На данный момент это актуальный чип, под который регулярно выходят обновления прошивок. На всякий случай напомню для чего нужно это устройство. Представьте себе, что у вас есть компьютер который нужно подключить к Wi-Fi, но при этом на его материнской плате нет Wi-Fi модуля. Что вы делаете? Покупаете сетевую плату? Для внутренней, либо для внешней установки? Собственно говоря, ZigBee Stick является такой сетевой платой для подключения вашего компьютера к ZigBee сети. Сравним с другим популярным устройством Stick от Sonoff, обзор на него вы тоже найдете в описании под видео. Заодно отвечу на еще более популярный вопрос, является ли такой гаджет заменой ZigBee шлюзом или как их чаще называют хабом. Да, полностью заменяют и при этом не связаны ограничениями одной экосистемы. Продолжая сравнение. В координаторах Sonoff и JetStick используются одинаковые модули CC2652P, соответственно и одинаковые прошивки. То есть с точки зрения системы управления это одинаковые устройства. Обратите внимание на кнопку Flash, она нужна для перепрошивки Stick. Еще напомню, что желательно в случае использования с Raspberry Pi 4B с установленным SSD обязательно подключать Stick через небольшой удлинитель, это нужно для того чтобы убрать влияние электромагнитных помех. Перед началом использования есть смысл обновить прошивку до самой актуальной версии, на момент обзора от 7 мая 2022 года. В ходе использования, если все работает нормально, гнаться за самой последней версией прошивки смысла нет. Для прошивки удобнее всего использовать программу ZigStarGV Multitool, в описании вы найдете ссылку на репозиторий и урок по ее использованию. Также там есть ссылка на загрузку драйверов для Windows, которые могут понадобиться если вы подключаете Stick первый раз. До подключения Stick выбираем ранее загруженный и распакованный файл прошивки в формате hex. Снимаем AutoBSL и ставим стереть записать верифицировать. И теперь зажимаем на устройстве кнопку Flash и не отпуская ее, подключаем в USB компьютера. Нажимаем кнопку обновить, в выпадающем меню появляется Comport. Далее старт и после того как процесс начался, отпускаем кнопку. Готово, прошивка обновлена. Если обновление производится тогда, когда Stick уже работает и к нему подключено устройство, необходимо перед началом записи сохранить данные энергонезависимой памяти в файл. Держать кнопку Flash при этом не надо. Перед обновлением Stick отключить от USB и далее действовать как я только что показывал. А после обновления прошивки, восстановить их обратно. В остальном устройство не отличается в использовании от упомянутого Sonoff или любого другого на базе CC2652P. Стандартный порт TTA и USB 0. ZigBit UMQTT запускается нормально, проблем не возникает. Кстати про установку нескольких ZigBit UMQTT на одном сервере, я рассказывал в одном из своих видео, ссылка в описании. Вот корректно отображается обновленная прошивка, версия от 7 мая 2022 года. Еще раз скажу, если у вас все работает нормально, обновлять прошивку на рабочей системе необходимости нет. Но перед началом работы, есть смысл поставить самую свежую. Для тестирования подключил две розетки с энергомониторингом. Хотя в системе не отображаются одинаково, одна из них это встраиваемая в стену лельки WK34, а вторая это популярная оранжевая NAS VR01B. Ссылки вы найдете в описании. Такой выбор обусловлен тем, что тут обмен данными идет в обе стороны и от координатора к розетке и от розетки к координатору. В ходе тестирования никаких проблем не выявлено, все работает стабильно и быстро. Обзор получился довольно компактным, так как я сконцентрировался только на главных моментах. Если у вас остались вопросы, то ответы на них вы сможете найти в моих предыдущих видео. Ссылки на некоторые из них я оставил в описании, в частности на те, что напрямую касаются затронутых в этом обзоре вопросов. На этом все, надеюсь видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки и подписки. Кто хочет поддержать мой канал материально, можно стать спонсором канала или оформить подписку на сервисе Патреон. Также я веду и телеграм-канал, буду рад если вы присоединитесь к нему. До новых встреч, всем мира! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok